450 миллионов на такую сумму червонным крыжам все лета была оказана ваучерная допомога вымушенным мигрантам из Украины в Могилевскую область. В процессе это протягивается. Теперь громадская организация суместна с управлением по громадянству и миграции управления внутренних справ. А был выконкам, а подрыхтовала невеликые подарки. Макароны. Макароны. Мука. Это что такое вкусное? Тушенка. Тушенка. Еще тушенка. Тут все необходное на неколький день. В этой харчовые пакеты отримают 58 семью с Донецкой и Луганской, которые сейчас живут на Могилевщине. Конечно приятно. Любая забота приятна. Любая забота. Это внимание, не только внимание, еще и материальная поддержка, конечно. Это дорогого стоит. Мы надеемся, что это поднимет им настроение в преддвериях новогодних праздников. Сюда запросили тех, кто имеет статус дополнительной обороны. Совсем недавно его отримал и Ярослав. Больше за год в Могилеве, но на рабочем месте возникли проблемы с продлением контракта. С набытом статуса допомогли. Ну и так и подарок достала до речи. Когда это все собирать по чуть-чуть, по крупиночке нужно, вот это ты начинаешь ценить. Так что желаю всем понять это и ценить то, что есть, то, что имеешь. Семья Прасоленко у Могилеви с самого початка боевых деяний на Украине. С родного Курахова, что недалеко от Донецку, приехали аж ноу шастек. Самому маленькому был только месяц. Поэтому были мысли забрать детей и увезти их оттуда, подальше куда-то. Про вертанье шмадетная семья по культ не марить. Бабуля, что засталась у Курахова, часто каже про обстрелы. Да и в Беларуси прижились. Здесь уже обосновались, а уже и здесь хозяйка, и дети уже большие. Обалденно. Обалденно. Большое спасибо Красному Христу, государству за принятие. Этим людям пожелать, наверное, успехов во всем. Ну и, естественно, традиционно здоровья. Ну и удачи. Все самое лучшее. Олеся Рыбалка, Александр Артемьев. Новины Рыжима.